Мебель, способная очаровывать всерьез и надолго. Сеть магазинов «Дом мебели». Информация на сайте доммебель.бел Ежегодно в черногорской деревушке Брезна проходит весьма любопытный конкурс. Это соревнование по лежанию. Единственный спортивный снаряд – матрасы. Правило несложное – нельзя вставать. Можно спать, пользоваться ноутбуком и телефоном, лёжа принимать пищу и напитки. Один раз в 8 часов разрешается подниматься на 10 минут, но только для посещения туалета. Любые другие попытки выйти из горизонтального положения ведут к дисквалификации. Изначально в чемпионате заявляются сотни человек, но спустя какое-то время остаётся лишь горстка самых стойких. Ведь такое занятие очень простое лишь на первый взгляд. Спустя несколько часов начинает затекать всё тело, спину ломит, а конечности не имеют. Не зря наши предки бронили долгоспящих ленивцев. Мол, все работают, а он бока отлёживает. Это возможно, подтверждают и современные медики. Бока отлежать можно. Появятся боли в позвоночнике, в ногах, в руках, в голове и так далее. Надо двигаться, надо чаще двигаться. Мы все не раз слышали, боли в спине – это расплата человечества за прямохождение. Действительно, одно из важнейших событий в эволюции произошло около 6 миллионов лет назад. Считается, что постепенный переход к передвижению на двух ногах позволил приматам лучше адаптироваться к различным условиям и освободил их руки для использования инструментов, что в свою очередь ускорило развитие мозга. Взамен Homo erectus, он же человек прямоходящий, получил целый букет болезней позвоночника и суставов. Сегодня специалисты уже не так уверены в этой гипотезе. Сравнив данные многолетних исследований, они выяснили – умение человека ходить вертикально незаслуженно приняло на себя удар критики. На самом деле причины гораздо глубже, и особенно остро они проявились у современных поколений. Сегодня очень распространен малоподвижный образ жизни, когда люди большую часть своего времени проводят сидя, что ведет к целому букету проблем с опорно-двигательным аппаратом. То, что движение – это жизнь, известно еще с древнейших времен. Люди, проводящие большинство времени на диване или за компьютером, которые забыли, что такое прогулки, поездки на велосипеде, командные игры или активные виды спорта, чаще жалуются на боли в спине. Да и вообще не отличаются богатырским здоровьем. И прямохождение играет здесь далеко не первую роль. Дополнительный риск развития разных заболеваний дают полученные травмы и нарушения осанки. Малоподвижный, сидячий образ жизни, отсутствие активности приводит к недостаточному функционированию естественного мышечного корсета, удерживающего позвоночник в анатомически правильном положении. В результате этого происходит перегрузка межпозвонковых дисков с развитием в них патологического процесса. У нас у всех позвоночник испытывает колоссальные нагрузки. Такое заболевание, как остеохондроз, является причиной множественных бед у людей. Поэтому в топе, безусловно, остеохондроз позвоночника и второе еще такое в топе заболевание – остеопороз, который тоже диагностируется, лечится. Есть и еще одна примета современности, которая имеет максимальное значение для состояния позвоночника – избыточный вес. Можно сколько угодно играть в бодипозитив, принимать и оправдывать свои лишние килограммы, но действительность неумолима. Наш позвоночник выдерживает только определенный вес, а затем начинает ломаться, порою в буквальном смысле. Очень большое значение имеет лишний вес, так как человек встает, и нагрузка веса на эти бедные позвонки получается очень сильная. И все виды грыж, например, начинают выпадать грыжи, начинают болеть межпозвоночные пространства, эти остеохондрозы и все остальное. Конечно, человек, у которого лишний вес, он больше страдает и чаще страдает. Но даже если лишний вес отсутствует, это тоже не гарантирует полного здоровья. Порою все начинается с рождения, и даже не для самого ребенка, а для его мамы. За беременность женщина в норме набирает 12 килограмм. Но есть и патологическая прибавка веса, когда набирают по 18-20 килограмм. И, конечно, это отражается на позвоночнике и суставах нижних конечностей, а также тазобедренных суставах. Остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, протрузии, артрозы. Эти диагнозы молодеют с каждым годом. И ребенок, жалующийся на боли в спине, уже никого не удивляет. При этом большинство из нас умудряются закрыть глаза на проблему. Максимум заглушают боль таблетками и, может быть, покупают ортопедическую подушку. А ведь все начинается с зарядки. Здоровым человек может быть только в здоровой семье. Когда мы говорим о здоровом образе жизни, его ведет вся семья, и родители показывают это на личном примере. Возникают большие проблемы с ногами, боли, и они менее, и так далее. У людей стал менее подвижный образ жизни. У женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата роды могут по-разному происходить. Вот тут начинаются очень неприятности большие. Потому что Петя в песочнице сидит, а Маня уже в песочнице ходит, это не значит, что ваш ребенок должен выполнять все то же самое. Специалисты напоминают, позвоночник – это не просто костяной столб, на котором держится голова, а комплексный орган, включающий в себя спинной мозг и множество нервных корешков. Кровеносных и лимфатических сосудов, а также хрящей и связок, переходящих в мышцы. Различают пять отделов позвоночника – шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. И каждый выполняет свою функцию. Шейный отдел позвоночника отвечает за движение нашей головы, рук, верхнего этажа грудной клетки. Грудной отдел отвечает за нашу саму грудную клетку. Поясничный отдел позвоночника отвечает за поясницу, за инервацию органов брюшной полости малого таза и нижних конечностей. Возможно, для кого-то это секрет или откровение, но примите за аксиому. Наше тело после 20 лет начинает изнашиваться и обратной дороги нет. Особенно это касается суставов и позвоночника. Однако если раньше остеохондроз или грыжу межпозвоночного диска считали болезнями пожилых, то сейчас ими страдают и молодые люди от 25 лет. Все чаще по утрам требуется время, чтобы расходиться. Становится проблемой обычное надевание носков, зашнуровывание обуви и так далее. Это связано с огрубением связочного аппарата, удерживающего позвоночник. Причина одна. На сегодняшний день эта проблема стала настолько актуальна, потому что у людей стал менее подвижный образ жизни. А так как наши диски, они не имеют сосудов, они получают питание извне. То есть когда человек двигается, то кровоснабжение улучшается в спинномозговом канале, и диски получают питание. Практически каждый человек сталкивался с этим болезненным и неприятным ощущением. Каждый третий житель планеты страдает от спинных болей постоянно. В развитых странах это стало поистине глобальной проблемой. Достаточно сказать о том, что денежные затраты на лечение спинной боли в три раза превышают затраты на лечение онкозаболеваний. Конечно, такого диагноза, как боль в спине, не существует. Медики говорят о том, что спровоцировать болезненные ощущения в позвоночнике могут около 90 самых различных заболеваний. Но почти в 95% случаев основной причиной являются дегенеративные изменения опорно-двигательного аппарата. К ним относятся остеохондроз и его тяжелые осложнения грыжа межпозвоночных дисков, артроз и артрит, остеопороз, сколиоз и искривление позвоночника. Остеохондроз – это воспаление межпозвоночного диска. Вот если взять один позвонок и второй позвонок, между ними хрящевой диск, а в центре пульпозное вещество, и боли возникают от этого воспаления. И тогда все движения, кручения, и если потянуть человека, возникают сильные боли. Вот это и есть остеохондроз. Диагноз «остеохондроз» сегодня ставят едва ли не каждому второму. Современные медики утверждают – это некорректно. Остеохондроз – не болезнь. Изменения в позвонках и дисках являются лишь анатомическими признаками старения скелета. Но если боль появляется, скажем, в 60-70 лет, это понятно. А вот если в 30? Как мы уже не раз повторили, чаще всего этому способствует сам человек. Основными причинами остеохондроза называют перегрузки позвоночника, сложные тренировки, перенос тяжестей, травмы, переохлаждение, снижение двигательной активности, стрессы, неправильные позы при работе, а также гормональные нарушения и генетические факторы. И еще заболевания, входящие в пятерку самых распространенных во всем мире, мало кто воспринимает всерьез. А зря. Дискомфорт в спине – это важный повод обратиться к врачу. Боли в шейном отделе, в пояснично-крестцовом, онемение в руках, покалывание в руках, в ногах – это наиболее частые жалобы, с которыми обращаются пациенты. Остеохондроз опасен не только сам по себе. Например, такая патология в области шеи может повлиять на органы зрения, слуха, работу головного мозга, повышает риск инфарктов и инсультов. Грудной остеохондроз зачастую негативно сказывается на работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также желудочно-кишечного тракта. Поясничный остеохондроз может стать причиной нарушения работы органов малого таза и нижних конечностей. И еще одно очень серьезное осложнение остеохондроза, которая грозит инвалидностью, параличами и порезами, грыжа межпозвоночных дисков. Берем этот диск, который между позвонками. Он состоит из хряща. И вот этот бедный хрящ иногда трескается. И из этой дырочки выходит пульпозное вещество, которое в центре. Это вещество, оно напоминает холодец. Оно выходит и зажимает соответствующие ткани. И вот эта грыжа может быть передняя, задняя, боковая. Любая. В любом месте эта грыжа может, она как кольцо, лопнуть. Вот я показываю на пальцах, значит, дырка тут, тут, тут может. В зависимости от того, где располагается грыжа, симптомы ее проявления будут различаться. Самой опасной и очень болезненной разновидностью позвоночной грыжи является фораминальная, которая, если говорить простым языком, упирается в спинной мозг или расположенный рядом нерв. Вот тут начинаются очень неприятности большие. Спиной мозг, он проводит нервы, которые нервируют ноги, допустим. Это нижний отдел. Возникают большие проблемы с ногами, боли и они менее, и так далее. Если это в верхнем отделе, там, грудной отдел, на руки отдаются, начинают болеть руки, плохая чувствительность, спазмы мышц рук и ног, и так далее, там можно перечислить большое количество симптомов. Существует антирейтинг профессий, которые приводят к повреждениям позвоночника. На первом месте – водители-дальнобойщики. Многочасовое сидение в неестественной позе плюс постоянная вибрация приводят к деформациям, разрушению позвоночника. Далее идут строители. Здесь свою роль играют подъем тяжестей, скручивания, длительные статичные сгибания. На третьем месте – медработники. Их труд на ногах, длительные манипуляции и статичные наклоны, перемещение тяжелых пациентов и оборудования здоровья спине не прибавляют. В печальных лидерах и офисные работники. Длительное сидение перед экраном компьютера вызывает нарушение осанки и атрофию мышц. Ну а самые частые пациенты – мамы. Беременность сама по себе приводит к нагрузке на спину, а впереди – роды. Что же делать, если проблемы с позвоночником уже имеются в анамнезе? Вы знаете, одним словом сказать, вот так и так – это невозможно. Еще до беременности проблемы должны быть выяснены. Это посттравматические проблемы, врожденные проблемы. У женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата роды могут по-разному происходить – естественным путем, но и, возможно, и путем кесарево сечения. Из моего опыта хочу сказать, что многие пациенты при плановом кесаревом сечении с заболеванием опорно-двигательного аппарата рожают самостоятельно. Никогда ничего не бойтесь. Современная медицина позволяет без страха родить здорового малыша. Однако есть мнение, что в роддомах не хватает еще одного специалиста – мануального терапевта. Объясняется эта необходимость просто. Порою ребенку можно оказать эффективную помощь на месте и мгновенно. Получается, почему матка стоит так, влагалище стоит так. И при родах голова в этом месте, значит, под 90 градусов вывихивается. В этот момент мог врожденный вывих шеи произойти. Лечится очень просто. Берется, значит, ставится назад головка, щелк, и все, и ребенок здоров. Бывают еще такие заболевания, как врожденный вывих бедра. Там точно так же. Вместо того, чтобы форма таза была овальная, когда во время родов идет плод, она становится круглая, и возникает этот врожденный вывих. Ставится назад овальная форма таза, вывиха нет. Это щелк, щелк, и все, человек вылечит. Впрочем, о таких методах можно поспорить. Слишком много неоднозначных моментов и даже суеверий вокруг рождения и воспитания детей. Ведь все мы помним, к примеру, наставление наших бабушек. Пеленая младенца ту же, а то ножки кривыми будут. Или «году малыш должен пойти сам». Или «посеком ходить полезно». Сегодня врачи рекомендуют относиться и к старым представлениям бабушек, и к новым достижениям детей проще. Не надо из него добывать то, что не прописала природа или прописала в конкретные возрастные сроки, конкретно для этого ребенка. Потому что Петя в песочнице сидит, а Маня уже в песочнице ходит, это не значит, что ваш ребенок должен выполнять все то же самое. Что касается устройств, которые придуманы для облегчения родительской миссии, использовать их нужно. Шезлонги, качели, кресло-качалки для младенцев помогают в первую очередь маме. Ведь ей приходится тысячи раз поднимать ребенка, который растет и тяжелеет, а спина на это не рассчитана. Так что или зовем на помощь папу, или используем современные гаджеты. Но и здесь есть условия. Мы можем их использовать до трехмесячного возраста, но не больше. Потому что потом возникают нюансы уже по развитию опорно-двигательной системы. И если вы настолько привыкли, что ваши руки свободны, используя вот эти гаджеты, то потом, к сожалению, они могут нанести малышу вред. Поэтому кокон-качели шезлонги исключительно до трех месяцев. А дальше, девочки, достаем и развлекаемся с малышом сами. Существует любопытная статистика. Если мужчины обращаются за медпомощью по поводу болей в спине круглый год, то количество обратившихся женщин на четверть повышается осенью. И причина многим понятна. Закончился дачный сезон, можно и полечиться. Любят огород, иногда нагибаются и пропалывают большое количество там, так сказать, своих растений в нагнутом состоянии. Ну и, конечно, начинают спины болеть, начинают ноги болеть, тянуть мышцы и так далее. К слову, многим генетическим болезням, вызывающим нарушения в опорно-двигательном аппарате, сильнее подвержены мужчины. Например, болезнь Бехтерева. Также у сильного пола высокий риск развития грыш и протрузий из-за образа жизни. Они чаще поднимают тяжести, не рассчитывают нагрузку, срывают спину. Женщины больше подвержены остеопорозу и риску травм в возрасте, например, перелом шейки бедра. Причина в гормональных изменениях, которые нарушают плотность костной ткани. Также у них слабее мышцы брюшного пресса из-за перегрузок и растяжений во время беременностей. Так возникает повышенный риск возникновения боли в спине. Но вернемся к детям. Педиатры настаивают. Не пытайтесь ускорить этапы развития позвоночника. Нельзя высаживать малыша, ставить его на ноги, когда он к этому не готов. И еще. Нередко ребенка травмируют любящие родители. Причем сами того не желая. Наши родители очень любят подбрасывать малышей или вверх, или тянуть их за ручки, или крутить за ручки. Я хочу сказать, что есть всевозможные синдромы шейкин-бэби, встряхнутый ребенок. То есть это те синдромы, которые могут, к сожалению, перевести не только к травматизации, к перелому в шейном отделе, или там вывиху руки, вывиху ноги, но они могут перевести и к смертельному исходу. Любая травма и боль в спине немедленно к врачу. И утаивать что-то от доктора себе дороже. На приеме однажды скрыл человек, что он упал, ударился спиной. И ему казалось, что он просто упал и ударился. Не обратился к врачу, а болевой синдром нарастал, появилась уже слабость в ноге и обращается к врачу. Стоит диагностика между парезом периферическим или центральным, а делаем генограмму позвоночника а там перелом позвонка. То есть вовремя обращения даже при легких травмах, ушибах к врачу, вовремя обращаться с болевым синдромом, это успех лечения позвоночника. Восточная медицина считает, что в позвоночнике находится основной энергетический канал, в котором и заключена наша жизненная сила. Поэтому заболевания позвоночника не только ухудшают качество жизни, они превращают людей в немощных стариков. Наши медики солидарны. Правильная ровная осанка, полноценное питание, активный образ жизни, отказ от вредных привычек, лечение хронических заболеваний, борьба с лишним весом продлят молодость вашего позвоночника, а значит и вашу собственную. Где же искать панацею? Идите в баню! Уверенно предлагают бывалые. Безусловно, бани полезны всем. С любым состоянием здоровья. Единственное, конечно, нужно знать определенные нюансы. Потому что есть очень большая разновидность бань. Это и сухой вариант. Это, допустим, как финская баня. Это классическая русская баня с таким хорошим паром, таким насыщенным. Есть баня с веником, где помимо стандартного прогрева организма и расслабления мышц еще идет механическое воздействие, которое тоже очень плодотворно влияет на организм. Также есть различные варианты. Скажем, турецкая баня, где прогревается организм за счет тепла от камней. Также есть тепловые кушетки, которые работают по принципу старинных русских печей. То есть прогрев организма плавный, изнутри, но с огромным потенциалом для положительного воздействия. Баня способствует снятию стресса, утомления, расслаблению мускулатуры. Потовые железы организма работают в особо активном режиме, что стимулирует выведение из организма неблагоприятных продуктов обмена веществ. Баня положительно влияет на образование витаминов, тканевых гормонов и ферментов, повышают устойчивость организма к простудным заболеваниям. И, конечно, является хорошим профилактическим средством обострения заболеваний суставов. Наши предки давно оценили пользу пара и тепла. Причем помогала в излечении не только баня, но и простая русская печь с лежанкой. И многие даже помнят эти прекрасные времена, когда протапливали печь, когда ложились, наслаждались, прогревались, и утром вставали полные энергии, готовые к плодотворному, эффективному рабочему дню. Но времена меняются, печки уходят в историю, а спа-салоны имеют прекрасный потенциал и тенденцию все это заменить и дать людям то, что им на самом деле нужно. Врачи также считают баню хорошим средством при лечении опорно-двигательного аппарата. Главное – помнить все правила и тонкости при посещении парилки, чтобы не нанести вред своему организму. Многие после того, как у них начинает болеть позвоночник, начинается радикулит, допустим, они идут в баню. Это, в общем-то, не лишено смысла. По одной причине, что высокая температура убивает вирусы. И у них происходит улучшение. Они попарились и потом через некоторое время говорят, о, совсем чувствую себя по-другому. Это радикулит и это остеохондроз. Две болезни. А вот грыжа, когда человек попарился, наоборот, увеличение пульпозного вещества, и она может увеличиться. С межпозвонковой грыжей вообще стоит держать ухо востро. Её называют «бичом современности». Самая калечащая сейчас болезнь – это грыжи. Лечить, особенно их, наша медицина, не очень может. Почему? Если сделать операцию, будет повтор. Если вправить, человек нагнулся, тоже рецидив. до конца это заболевание не в России, не в Соединённых Штатах, не в Израиле, не в Беларуси. Не лечат. Может быть, справиться с грыжей и другими заболеваниями позвоночника поможет массаж? Не всё так однозначно. Польза мануальных процедур велика, но и их нужно применять с осторожностью. Массаж в каком-то смысле можно рассматривать как пассивная физическая нагрузка. Но, конечно же, он не заменяет именно активных каких-то упражнений. Процедура, во-первых, сама по себе приятная и показана всем слоям населения и всех возрастов. Есть, конечно, противопоказания и к массажу, как и к любой другой процедуре. Вот только разбираться с ними и подбирать комплекс лечения лучше со специалистами. А чтобы не искать их по разным медучреждениям и спокойно оздоровиться, существует прекрасный способ – санаторий. Где ещё всего за недельку-другую можно подлечить всё, до чего так давно не доходили руки? Получив книжечку с графиком процедур, можно размеренно и с удовольствием погрузиться в мир физиотерапии. Ванны, ингаляции, массаж, сауна – всего не перечислить. В санатории Ружанском гарантируют, каждый их гость вернётся домой посвежевшим и полным сил человеком. Лечебный профиль санатория обширен. Здесь эффективно лечат заболевания органов малого таза, патологии эндокринной и сердечно-сосудистой системы, кровообращения, обмена веществ, расстройства питания, гинекологические заболевания. И особое внимание болезням опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани. На вооружении Ружанского самое новое достижение медицинских технологий. В нашем санатории очень богатый спектр всех услуг. Мы можем оказывать как для профилактики предупреждения заболеваний, так и на постреболитационном периоде, уже послеоперационного лечения. Всегда болезнь проще предотвратить, поэтому для наших отдыхающих мы широко используем такие методы лечения, как пневмокомпрессионный массаж. Это лимфодренажные массажи для того, чтобы улучшить структуру венозного оттока, лимфооттока, тем самым улучшать структуру костной ткани. У нас богатый спектр массажа бесконтактных. Пациент может получить данную процедуру, работая, например, на позвоночнике, на нижних конечностях. Очень богатый спектр электролечения для снятия болевого синдрома, для снятия напряжения в мышцах, в суставах. Для снятия отёка очень хорошо помогает у нас такая капсула, как магнет-турботрон. То есть общая магнитотерапия. Это процедура, которая завоёвывает довольно-таки большую популярность среди наших отдыхающих. Ну, тепловые процедуры тоже никто не отменял. То есть грязи лечения, парафинное лечение, это тоже всегда пользуется очень хорошим спросом. Чтобы назначить эффективные процедуры, необходимы крепкие знания врачей и хорошая диагностика. В Ружанском с этим проблем нет. Работает коллектив профессионалов, а диагностическое оборудование, в том числе современные ультразвуковые аппараты, это устройства экспертного класса, которые позволяют диагностировать любые заболевания на начальной стадии. И, конечно, доступно множество других медицинских услуг. Причём не только профилактического, но и лечебного действия. Особенно это актуально для тех, кому уже выставлен диагноз, связанный с заболеваниями позвоночника и суставов. Очень хорошо у нас используется в реабилитации это новый аппарат, это Гума-Шок-Мастер ударно-волновая терапия. Работает он прекрасно по мягким тканям, работает он по триггерным точкам. В данном ситуации, например, для позвоночника это вообще незаменимая вещь. Все мы всегда испытываем усталость, дисконфорт, боль, скованность движения. Данный аппарат поможет сделать всё возможное, чтобы снять. Работается по точкам. Мы находим болевую точку руками и в данной вот точке, вот мы чувствуем её, мы начинаем работать. Пациенты от двух-трёх процедур улучшения чувствуют самочувствие, понимают, что они могут двигаться, они могут переворачиваться без боли, ходить без боли. И поверьте, это достаточно улучшает их качество жизни. Для того, чтобы расслабиться и получить нужные процедуры, необязательно ехать на заграничные курорты в дорогущие спа-отели. скрабирование, обёртывание, массажи, инфракрасные и крио сауны и ванны. Ружанский предоставляет полный комплекс спа-услуг, причём за вполне вменяемые деньги. Наши отдыхающие могут насладиться такими релакс-процедурами, как наши бани, наши сауны, наши коктейли. Поверьте, ведь всё это в комплексе поможет не только выздороветь нашему телу, но насладиться, добавить нашей энергии, добавить бодрости духа, позитива и оптимизма. Кстати, санаторий принимают заезды с детьми любого возраста, даже грудничками. Приобрести оздоровительную путёвку возможно для ребёнка от двух лет, полноценную лечебную от трёх лет. Вот уж кому раздолье, так это детям. Три бассейна, аквапарк, игровые комнаты и площадки, спортивный зал, экскурсии, кино и мультфильмы. Взрослые же оценят уникальную природу, озеро с лебедями. Что ещё нужно для здоровительных и приятных прогулок всей семьёй? Добавим, что санаторий находится в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской. Вблизи нет никаких предприятий, совершенно чистая лесная зона. А лечебный состав Ружанской минеральной воды ставит её в один ряд с такими известными брендами, как Ессентуки и Боржоми. Используется она для ряда заболеваний, не только опорно-двигательных, но и желудочно-кишечных. В общем, время, проведённое в санатории Ружанский, подарит колоссальный заряд жизненной энергии и эффективно поправит здоровье. В комплексе ждут гостей круглый год. Полученный во время реабилитации успех очень важен, но медики рекомендуют закреплять его и дома. Первый и главный метод, медикаментозный, назначается только врачом. А все советы друзей, имеющих вроде бы такое же заболевание, пропускаем мимо ушей. Каждая проблема со спиной строго индивидуальна. Тем более не стоит обращаться к сомнительным лекарям. Есть и у нас и костоправы, и мануальные терапевты. Одни с дипломами и делают это по науке, а другие это, ну, будем говорить, от народа. Так же, как и фитотерапевты, вот, травники. Поэтому человек должен, конечно, выбирать в первую очередь с дипломом. Он должен приходить и говорить, доктор, покажите диплом. Если он говорит, вы знаете, я не имею диплома, я лечу это, как, как говорится, Бог послал, ну, надо отказаться. А тем временем в соцсетях тысячи роликов, на которых лекари-самозванцы в буквальном смысле калечат людей. Нередки случаи, когда неграмотный массаж заканчивался сломанными и вывихнутыми конечностями и ребрами. А не так давно мануальный терапевт сломал шею жительницы Керчи. После якобы исцеляющего хруста в области позвоночника девушку парализовало. Оказалось, горе-специалист не принял во внимание наличие межпозвонковой грыжи. Не так часто обращают внимание на этот диагноз и не знают основы анатомии и различные виртуальные тренеры. Они частенько рекомендуют упражнения, которые ведут не к здоровью, а к проблемам. Когда я смотрю телевизор и там какой-нибудь шаман говорит вот у вас грыжа, а вы возьмите и напрягите мышцы и чтобы мышечный корсет держал. Мышечный корсет не держит грыжи, держит значит из связок корсет, который вокруг. Но он-то думает, что мышцы и говорит, давайте качать мышцы. И вот во время качания может увеличиться грыжа. Например, если она была 0,5 сантиметра, она станет 1 сантиметр, пережмет все нервные пути и человек встать уже не сможет. Упражнения для позвоночника есть, но проводить их должен специалист по лечебной физкультуре, который осознает и нагрузку, и последствия. И опять же, назначать ЛФК должен врач и только после тщательного обследования. А можно ли лечиться и делать профилактику самим? Можно. Например, с помощью правильного сна. Оптимальное решение обеспечить позвоночнику профилактическую разгрузку на протяжении длительного времени. Именно такой эффект оказывают ортопедические матрасы. Следует помнить, что для каждого из нас параметры выбора идеального матраса будут свои. Необходимо выбирать матрас под ваш вес, рост, телосложение, а также учитывать позу, в которой вы предпочитаете спать. К слову, наши предки выбирали в качестве лучшей постели пуховую перину. Раньше она, да и не одна, была непременной частью приданого. Сегодня перину вычеркнули как нездоровый предмет быта. Тем не менее, если вы спите на мягком, значит, вы правы. Если хорошая перина, то можно лечь на эту перину и лежать сколько угодно. Некоторые говорят, я буду только простынь и на полу лежать для того, чтобы позвоночник был ровный и чтобы лечить позвоночник. Ничего так не получится. Он ложится на пол, на простынь только, одеялко одевает, и те места, где сильно давит пол и, значит, мягкие ткани человека, там возникает воспалительный и он потом нажать себе не может никуда, и ребра болит, и всё болит. Есть, как мы сказали, и золотая середина – ортопедический матрас. Как правило, более жёсткие матрасы рекомендуются детям и людям с большим весом. Для среднего и небольшого веса рекомендуются средние и среднемягкие модели. Они же подойдут людям в возрасте. Рекомендую присмотреться к матрасам с разной жёсткостью сторон, что позволит менять ощущения. Рекомендую выбирать модели известных производителей, так как крупные бренды вкладывают много средств в разработку и испытания новых моделей матрасов и их комплектующих для поисков лучшего решения для сна. Итак, если вы начали ощущать тянущую боль в спине, есть смысл пересмотреть свой образ жизни и добавить в него умеренную физическую активность, правильное питание и контроль массы тела, плавание и растяжку. И, конечно, помнить два главных правила здорового позвоночника. Позвоночник первое, не надо травмировать, второе, не надо нагружать тяжести. Вот две вещи, которые человек должен соблюдать для того, чтобы позвоночник длительное время не болел, не беспокоил и был в нормальном состоянии. И, конечно, не стоит заниматься самолечением. Обратитесь за помощью к квалифицированному врачу. Следует установить точный диагноз, снять болевой синдром и назначить лечение. И спина скажет вам спасибо. Спасибо.